Всем привет, меня зовут Наша, и я наконец-то прочитала древиологии Дианы Джонс «Ходячий замок», по которой был снят, по первой части, если быть точной, было снято аниме, полнометражка режиссера Хаяо Майанзаки, легендарно просто, и должна заметить, что он, в принципе, достаточно точен был, когда переносил действия книги на экран, хотя я встречала такое мнение в интернете, что наоборот, очень сильно отличается. И действительно, в книге есть сюжетные линии, которые не были отражены в полнометражке, но это нормально. Итак, о чем «Ходячий замок» не знают благодаря аниме, по-моему, вообще все, тем более эта вещь получила Оскар и всякие премии, и если кто-то не смотрел, то хотя бы слышал. Речь о том, что существует мир магии, в котором есть волшебник, живущий в замке, и имеющий выходы сразу в несколько царств, государств, то есть поворачиваешь у двери рычажок в определенную сторону на определенное количество градусов, и открываешь дверь, и просто выходишь. И эту магическую силу поддерживает огненный демон под именем Кальцифер. Вот, и в этом, собственно, секрет. Все начинается с того, что одна девушка попадает под заклятие болотной ведьмы и превращается, скажу, в кого, вдруг вы не знали и не слышали. В общем, ее облик меняется кардинально, и она уходит из дома, находит этот замок и в нем начинает жить. Это я вам предсказала. Суть, скорее, не книги о полной метражке, но дело в том, что в книге про Соли, в принципе, все то же самое. Единственное, все-таки эта девушка обладает некой магической силой, хотя сама-то порода времени об этом не поделивает. И, ну, хорошая вещь, но я не смогла ее ценить по достоинству, так как слишком хорошо знакома с экранизированной историей. И, то есть, ну, представьте, что вы читаете книгу своей собственной маме, о которой и так знаете вообще все. Это не будет произойти на вас впечатление именно в силу этого факта. Так было и со мной. Вообще, когда я читала первую часть, я не планировала читать продолжение, я хотела остановиться на этом, потому что на Лайфлибе у меня оставался долг в задании, чтобы почитать эту книгу. И пока я читала, я не планировала почитать продолжение. Но концовка там такая прелестная, она такая чудесная, такая изумительная, просто поклонница этой концовки. И, прочитав ее, я изменила свое решение и перешла ко второй части. Вообще, я думала, что я прочитаю только вот начало и, ну, любопытство ради. Но меня так затянуло. Дело в том, что, собственно, Холлу и Софии, главным героем первой книги, посвящена, собственно, первой книге. Прошу прощения с автологией. А остальные части, это уже другие истории. Собственно, вторая. Я когда читала, у меня все время звучала в голове заставка к Аладдину, диснейскому Аладдину. Потому что, ну реально, тут Восток, цветастые фразы, джинн, ну вот ковер-самолет, все вот это вот. И это было так чудесно. Я очень люблю Восток. Моя голова и мой разум всегда повернут в сторону Востока. И... Близ-близ. Я полюбила эту историю всей душой. Все начинается с чего? Все начинается с торговца коврами, обычными, не летающими. У него есть своя палатка на базаре. И вот тут однажды к нему приходит человек и продает, ну вы уже догадались что, ковер-самолет. И с этого начинаются его приключения. Во сне, помимо воли, из своего нового хозяина ковер уносит его в цветущий, ароматный сад, где он встречает, не скажу кого. Есть внезапный поворот в сюжете, уже во второй части книги, почти в конце. Если вы хотите сюрприза для себя, не читайте те отзывы, не слушайте рекомендации, тем более не читайте анонсы. Просто начинайте читать сразу саму книгу, без бросания внимания на отзывы. Не важно на Ютьюбе, на Лафлибе, еще где-то. Просто начинайте. Потому что все, кто читал эту книгу, так поражены этим поворотом, так обескуражены, что буквально в каждом отзыве есть на это, если не открытым текстом, то хотя бы намек. Вам это надо? Вам это не надо? Наверное. Я точно не знаю. Мне это было не надо, но я это получила, так как я читала парочку отзывов. Блин, зачем я это сделала? Послушайте, какие цветастые фразы я специально вам выписала. О потомок великого рода, это мое самое любимое, так как я двинуто на генеалогию. О князь мудрости, поэт песков, о халиф сели художников, рубин рассудительности, магараджи милосердия, сын верблюжих испражнений, оскорбляющие там тоже есть. Сапфир справедливости, о, коварно-котообразный. Переходим к третьей части. Безнация это мое самое любимое. Называется «Дом с характером». А, просто поелись. В общем, заболевает один могущий волшебник. И так получается, что никому посмотреть за его домом, кроме как одной девочки, которая к миру магии, не то, чтобы иметь какое-либо отношение, ее мать считает это зазорным, недостойным высшего света. И всю жизнь сжала ее от этого подальше. Но тут ничего не поделаешь. Надо помочь старичку. И девочка в полном одиночестве отправляется в этот дом. А дом непростой. Дело в том, что, как только она пребывает, не успевает даже познакомиться с хозяином дома, как его тут же элефы уносят, с тем, чтобы исцелить. До неопределенного срока. И оказывается, что этот родственник, он оставил по всему дому ей подсказки. То есть, если она хочет завтрак, ей нужно постучать, ей нужно спросить в воздух, как мне позавтракать, ей голос дедушек из ниоткуда отвечает. Постучит три раза по кофейному столику, и завтра появится. И так по всему дому. Причем на дом наложено заклятие пространственного расширения. Снаружи он не казист, зато внутри там такие просторы, такие пространства, некоторые даже неизведаны. Даже карта по ним нужна. Там даже один персонаж отправился в путешествие по дому, заплутал и попал в прошлое. Вот такой вот дом загадочный. Ну, дом с характером. Вот такая была трилогия, очень замечательная и изумительная. Я сказала, что первая книга только посвящена Ху Софии, но на самом деле они появляются в других частях просто не в главных ролях. Также хочу заметить, что, как мне кажется, эту трилогию, книги этой трилогии можно читать независимо друг от друга. То есть не обязательно следовать их к порядку или вообще читать их с купом вместе. Можно взять, не читая там первую, вторую часть, можно сразу взять дом с характером, и вы все равно будете понимать, что происходит. То есть не обязательно знакомство с другими частями, как мне кажется. Может быть, я, конечно, и заблуждаюсь. Трилогия избительна, понравилась мне, просто потрясающая. И я получила удовольствие и не пожалела, что потратила на них свое время. До сегодня все. Всем пока. До скорых книг. Субтитры создавал DimaTorzok